Тема на РУ-ТВ Карл, здравствуйте! Здравствуйте, Максим! Всем привет! Я очень рад здесь присутствовать вновь! Совершенно взаимно! Какое счастье, что у нас есть возможность снова встретиться и договорить о том, о чем не успели договорить в прошлый раз. В частности, мы коснулись вашего фирменного метода. Для тех, кто не знает, он называется «Люкс 100 Максима». В чем уникальность и кому он показан? Мы впервые в мире сумели совместить несколько различных инструментов омоложения и бьютификации людей. Это как контурная пластика, нитевой лифтинг, аппаратные методы омоложения, также ботулинотерапия в одну процедуру. То есть человек за один раз может прийти и получить максимальный эффект того, что может дать отсутствие операции, отсутствие разрезов, отсутствие скальпеля в рамках косметологии. То есть буквально какими-то уколчиками со скорейшей реабилитацией и восстановлением. Насколько лет и на сколько килограммов можно стать моложе и худее за вашу одну процедуру? Наша задача – это всегда подчеркнуть ту индивидуальность, которая заложена в пациенте. Мы не можем как-то говорить, сколько ты там похудеешь или сколько лет ты сбросишь. Самое важное – это показать миру ту красоту, которая заложена абсолютно на каждом пациенте. И здесь сложно как-то отталкиваться от каких-то временных моментов. Мы всегда стараемся стимулировать людей к саморазвитию, как внутреннему, так и внешнему. Поэтому в команде с самим пациентом, с коррекцией его образа жизни мы можем добавлять косметологические манипуляции, чтобы он выглядел действительно на 10 лет моложе. Прекрасно. Я не случайно сказал, что метод уникальный. Тем не менее, вы как человек щедрый делитесь этим методом и обучаете своих коллег. Как проходит обучение? Только в Москве они к вам или вы к ним? Базовое обучение проходит в Москве. У нас есть очень интересная программа одного дня, куда приезжают люди с многих регионов и стран. Тем не менее, мы получаем очень много запросов стран Азии, Америки, Европы. Это международный метод уже? Да, он пользуется популярностью по всему свету благодаря социальным сетям, которые все это распространяют. И мне удается вполне успешно ездить обучать специалистов во всех уголках Земли. Как происходит обучение? Это семинары, это постановка руки, это и то, и другое. Сколько это? Неделя, месяц, три дня? Как это происходит? Метод можно показать за один день, чем мы и занимаемся. Без постановки руки это невозможно, потому что на словах можно как-то легко это описывать. В практике все немножко сложнее. Поэтому да, мы ездим обычно одним днем, это в виде мастер-класса. Мы показываем, как это делать, и потом сам специалист, обучающийся, он уже проводит манипуляцию под моим руководством. То есть это для косметологов исключительно? Если человек просто на дому сейчас увидел, он говорит, чудо-метод, тоже хочу. Такое тоже бывает, да. Конечно же, медицинское образование является приоритетным, и мы не можем обучать специалистов, которые им не обладают. Ну, есть разные законодательства в разных странах. Где-то, допустим, можно, чтобы медсестринская деятельность поддерживает инъекционные методики. Там мы как-то немножко модернизируем, по-другому обучение даем. Самое главное – понять суть. А суть заключается в том, чтобы не создать объемов, как-то накачать лицо, а подчеркнуть ту индивидуальность, которая есть. Где-то сужать объемы, где-то делать более острые линии, чтобы это смотрелось очень естественно. Как попасть на ваши мастер-классы и семинары? Запись, прямая очередь, живая? Есть у нас один день для обучения, обычно в нашей клинике. Мы проводим его, причем обучение провожу не только я, у нас несколько коллег. Мы занимаемся разными этапами манипуляции. Каждый этап определенный специалист, он сам и дает, чтобы это было максимально, выходя из практики. То есть мы повсеместно делимся опытом для всех желающих. Обычно это один рабочий день в месяц, но у нас, да, на несколько, нужно полгода уже вперед все расписано. Мы встретились с вами летом, и сейчас, как никогда в другой день, как никогда в другой сезон, полезно кожу защищать, потому что очень активная и агрессивная среда. Вот как сделать это в условиях лета или отпуска, может быть, вы только туда собираетесь, мы поговорим с моим гостем буквально через несколько музыкальных минут. Хабиб добавил свои пять копеек в нашу коллекцию комплиментов. Ой, какая ты здесь, на телеканале РУ-ТВ. У меня в гостях Карл Юрьевич Товберидзе, главный врач и основатель клиники Карла Медича. Мы договорились поговорить о летних отпусках, о том, как это вредно или полезно для красоты. Но перед тем, как доберешься до югов, сначала же тебя ждет перелет в самолете. Конечно. Как бороться? Это говорят очень губительно для кожи и для общего состояния. Врут или нет? Максим, дело в том, что у красоты нет сезонности. И мы стараемся, чтобы наши пациенты были звездами всегда. Поэтому, да, мы, может, немного корректируем подход к ведению пациента летом. Тем не менее, все-таки это больше комплексно. То есть человек должен за собой ухаживать и летом, и зимой, и осенью, и весной. Здесь главное – это подобрать правильный курс, нормализовать дозировки, что-то не было лишнее. Или, наоборот, недостаточно. Поэтому мы стараемся отходить от сезонности. Потому что самое главное – это чтобы ты был под присмотром профессионала. Тогда будет хороший результат. Не локально, как-то в какой-то момент, а на долгосрочной перспективе, к чему мы стремимся. Если взять отрезок в 10 лет, какая разница, в какой ты там момент хорошо выглядел, в какой нет. Надо, чтобы всегда было классно. Ну, хорошо. Как профессионал, вот сейчас тем, кто в отпуск собирается, да, понапустите, что сделать до отпуска, во время отпуска, в самолет что с собой взять? Зависит от проблематики. Если мы говорим про отпуск, то это прежде всего инсоляция. Поэтому мы рекомендуем защиту, чтобы ультрафиолетовые лучи не проникали. Это, в первую очередь, СПФ-крема. Также это, конечно же, увлажнение кожи, чем тоже активно занимается косметология. Это процедура и биоревитализации, и деньги алуроновой кислоты. Также это манипуляции, которые нацелены на снижение выраженности отечности. Потому что, как и перелеты, так, в принципе, инсоляция тоже дает такое увеличение объема. И это нехорошо. Мы стараемся своих пациентов всегда держать формы. Ну, вот как от отеков избавиться? Что? Препараты, суда, так. Так, наоборот, отеки возникают скорее. Мы, наоборот, реабилитируем. Здесь есть аппаратные методики, есть эндосферотерапия, есть те же массажи, например. Тот же массаж лица очень хорошо работает на лимфодренаж. Так же есть препараты специально инъекционного характера, как вы и сказали, с компонентом или политическим, или лимфодренажным. Поэтому все смотрится на каждом конкретно пациенте в зависимости от клинической картины. То есть, что мы видим. Мы уже подбираем тот объем, который будет эффективен конкретно в этой ситуации. Чтобы не слишком много сделать, но и не слишком мало. Чтобы был эффект. Я понял главную мысль, что бесполезно думать, что вот ты сейчас на неделю вырвешься, тюленем ляжешь к солнцу, и все, сказочный принц или волшебная принцесса. Это комплексная история, которая до, во время, после и всегда должна быть. Конечно. Львиная доля аппаратов, она производится, как правило, в развитых странах, которые находятся под стопроцентной инсоляцией, под постоянным летом, грубо говоря. Например, если мы говорим про американские аппараты из Калифорнии, там всегда солнце. Но это же не значит, что как-то мы можем избегать каких-то процедур. Мы проводим их примерно в том же объеме. Дело в том, что здесь нужно просто дозировку подобрать. И, например, после каких-то методик солнце запрещено в течение двух недель. Пилинги, да, разные, наверное? Очень многие. И лазеры, и пилинги, да и инъекции тоже загорать там неделю точно нельзя, а то и две. Поэтому здесь все это решается в индивидуальном порядке, а что с собой брать, берите защиту. А, кстати, вот вопрос. Лучшее время для процедур? Осень, зима? Лучшее время тогда, когда ты мотивирован, когда ты хочешь. Тогда нужно идти и ни о чем не думать. Будь это пластической хирургии, операции какие-то. Это все такие мифы, которые навеяны, скорее, какой-то такой житейской мудростью. То есть, там, если лето, то, например, кожа я работать пока не буду, подожду, пока она будет все очень сухая. И так хорошо летом, и так все загорит, все нормально, ничего не видно. Да, но вот эта сама психология и методология, когда мы работаем с проблемой только когда она возникла, это уже прошлый век. Мы должны приоритивно работать, то есть на опережение. Например, можно же не дать коже высохнуть, можно же не ждать, пока она будет обезвожена. Как это сделать? Узнаем через несколько минут здесь, на телеканале РУ-ТВ. Не уходите. Будьте здоровы, богатые, а самое главное, красивые. Вот за это, кстати, отвечает мой сегодняшний гость Карл Юрьевич Тавберидзе, пластический хирург, главный врач, основатель клиники Карла Медича. Карл Юрьевич, мы с вами договорились дать пару-тройку дельных советов тех, кто вот прямо сейчас заразился идеей резко похорошить или взяться за себя и вести новый образ жизни. Пару-тройку домашних классных работающих процедур для увлажнения кожи. Лето, все высыхает. Дело в том, что домашние процедуры с этим не справляются. Зачем популяризировать методы, которые заведомо не работают? Мы не можем путем каких-то нанесений кремов или что бы то ни было попасть под кожу вообще. Поэтому в косметологии, в принципе, и разработали метод доведения каких-то компонентов к человеку путем прокола. Почему? Не потому, что мы косметологи такие там какие-то жестокие, людям как-то больно любим делать, а потому, что что бы ты ни нанес, это важно. Уход важен. В первую очередь это очищение, тонизация, увлажнение, питание. Но важно понять, что это только наружно. А чтобы действительно как-то подействовать... В базальный туда слой, чтобы попасть? Конечно, нужно всегда под кожу, потому что кожа, она ничего не пропускает. Хорошо. Топ-3 ваших процедур для увлажнения кожи. В косметологии чаще всего применяется биоревитализация. Есть препараты разных поколений, которые вводятся не как раньше было классически, там, допустим, раз в 2 недели, курсом 6-7 процедур. А у нас и с большим обилием травматизации папул по всей поверхности лица. Папулы такие точки для тех, кто не знает от уколов. Да, похожи на укус комаров. Есть уже у нас биоревитализанты, которые вводятся практически незаметно в несколько точек по лицу. Делаются процедуры 2 раза в месяц. И это сейчас наиболее такая актуальная методология увлажнения лица. Супер. То есть вот эта процедура... Пусть будет топ-1. Топ-супер. Процедура скороговорка. Био-ревитализация. Био-ревитализация, да. Вот. Если сначала научитесь выговаривать, потом уже придется, скажите, мне вот это вот сделать, и вас поймут. Давайте посмотрим, кто из знаменитостей отечественных лучше всего справился с био-ревитализацией. Сейчас у меня для вас есть игра. Да. Вы, кстати, пациентов своих можете узнать по чате, типа, во, это я делал, это не я. Обычно, да. Я даже, бывает, пациента в лицо и по имени не помню, но когда начинаю с ним работать, узнаю костную структуру и больше по памяти, потому что это больше мышечная память работает. Здравствуйте, гравитационный птоз. Мы сейчас покажем моему гостю фрагменты звездных лиц, части. Вот на экране появляется, попробуйте угадать. Ой, я думал, лиц. А тут не совсем лиц. Ну, давайте попробуем угадать, чье это. Пусть будет отечественное или иностранное. Отечественное. Отечественный производитель. Кто-кто? Ольга Бузова. Ольга Бузова. Давайте посмотрим ответ. А дадут нам с головой. Анна Седокова. Красиво. Да, так. Ладно, давайте следующую. Интересно, что? Сейчас будем собирать звезд по частям. Чьи такие ножки красивые? Ну, это на любому похоже. Ну, как любому. Ну, точно не любому. Любой их. Да, 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 конечно. Пусть будет Люся Чеботина. Люся Чеботина. Давайте посмотрим. Чьи это? Не видно. Это Анна Асти. Анна Асти, да. Да. Ну, ничего, я тоже не узнал ни одного. Не переживайте. Еще у нас. Я думаю, они сами себя не узнали. Еще одна картинка. Это мужчина. Ну, это я знаю. Ну, это легко. Это Дима Билан. Это Дима Билан. Как Дима Билан, кстати, для 40 с Гаком лет? Хорошо выглядит? Потрясающе. Потрясающе? Да. Что-то делает с собой, как вы думаете? Уверен, что да. А вот так можно по лицу сказать, что именно делает? Нет. Если качественная косметология, вот, например, после Люкс 100 Максимума в нашей клинике ни один пациент никогда не думал, что он что-то делал с собой. Мы к этому стремимся и популяризируем, чтобы было полностью натуральное, естественное лицо и без каких-то факторов вмешательства, когда все окружающие знают об этом. Это самое лучшее. Ну, как будто выспался человек. Да, и хорошо выглядит. Еще у нас загадка. Давайте посмотрим на вот эту артистку или артиста. Я узнал. Ханна. Точно! Ханна! Вот. Да-да-да. Еще есть у нас? Дайте нам еще одну. Так. Ух ты. Я знаю, кто это. Интересно. Я узнал его по пальме. На Джигана не похож, Павел. Нет, нет, нет. Это? Это Сергей Лазарев. Да, абсолютно. Правильно? Ну-ка, покажите. Точно. Я же говорю, Пальма, видел я ее где-то, эту фотографию. Есть еще у нас последняя загадка, наверное, самая сложная. Сейчас посмотрим, что редакторы. О, это легко. Так, я не узнаю. Ну, вот у нее... Но очень знакомая. Фамилия является ее псевдонимом. Ну, вернее, она под ней выступает. Затрудняюсь. На букву «З». Зиверт. 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 Это Юля Зиверт. Очень просто поет, да. Смотрим. Очень красивая песня. Так и есть. Слушайте, ну выглядит потрясающе, Юля, да? Да, но мне кажется, эта фотография не похожа. На Юлю? Да. Вживую она лучше. А, так разумеется, да. Я думаю, сейчас будем искать следы фотошопа. Нет. Наоборот, здесь хуже. В жизни лучше. Конечно, фотошоп должен быть вживую. Надо собой заниматься так, чтобы не по тонной краске, а чтобы без каких-либо наружных средств. За естественность, да, абсолютно. Через пару минут музыкальных, разумеется, у нас очень классная горячая тема, потому что социальные сети порождают диванных и социальных экспертов. Что только люди не советуют своим подписчикам. Вот несколько популярных мифов и трендов косметологических мы как раз и разберем. Королева русского, да и белорусского R&B. Бьянка только что здесь, в программе «Тема» на телеканале РЖУ-ТВ. Сегодня мы про красоту. Так что, надеюсь, вы очень много полезного всего услышите, потому что у меня в гостях Карл Товберидзе, пластический хирург, косметолог, главный врач, основатель клиники Карла Медичи. Мы договорились. Я понимаю, что профессионалу это, конечно, будет тяжело и, может быть, даже и скучновато, но тем не менее. Обыватели активно высматривают в соцсетях разные советы от блогеров, у которых даже иногда нет медицинского образования, пытаются это на себе повторить. Будем бороться с мифами. Значит, миф номер один сейчас. Тейпирование. Это самая классная тема. Все соцсети завалены. Из серии «Тейпы на ночь клеишь», там народ на подбородок, еще куда-то и вообще на утро, ну, прям яблочко. Вернулось все обратно. Да-да-да. Даже комментировать очень сложно, потому что я думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что если что-то потянуть и держать, это будет лифтинг. Но как только мы этот метод, так скажем, нивелируем, как все убираем, сразу все опадает. Наверное, есть момент отечности. Какие-то, может, структуры будут поддерживаться. Но когда отечность падет, когда человек начнет свою обычную жизнедеятельность, работать мышцами, разговаривать, мимика, когда включится, все равно оно все вернется в то состояние, которое было. Поэтому выдумывать ничего не надо. Правильно вы сказали. Нужно обращаться всегда с каждой определенной деятельностью, к профессионалам этой деятельности и придерживаться экспертных мнений. Потому что косметология зачастую, она уходит в такой обывательский, какой-то плацдарм, где каждый там на кухне придумывает что-то, чтобы быть молодой. Но сейчас уже не те времена. Сейчас это медицинская сфера, которая вполне регламентирована, где есть практика уже более чем 10-20-30 лет. И специалисты уже накапливают какой-то опыт и готовы делиться с миром. Поэтому, мне кажется, здесь нужно прислушиваться к людей, кто работает не с одним пациентом, не с 10, не со 100. Как обычно мнение формируется у обывателя, как подруга делала, как ее подруга делала. И так там 5 человек. А который работает там с тысячей людей, где уже есть какая-то статистика и понимание, что реально работает, что реально не работает. И тогда ты можешь подбирать то, что каждому конкретному пациенту будет эффективно, и он будет удовлетворен, и все встанет на свои места сразу же. И понятно, что можно протираться огурцом по старинке, да. Но есть гораздо более эффективные средства, которые моментально, ну не моментально, а там на протяжении куда-то... Если только в хамаме, я думаю, можно и огурцом. Но этого достаточно. Пусть с огурца хватит. Ну хорошо, хорошо вам виднее. Есть еще феноловый пилинг. Тоже сейчас очень модная тема. Прямо рассказывают друг другу блогеры, что что-то с чем-то. Слышали что-то про это? Да, слышал, конечно. Дело в том, что любой пилинг, тем более такой агрессивный, как феноловый, он связан прежде всего с работой над поверхностными слоями дермы. Что тоже, в принципе, ну может как-то кожаную структуру это улучшит на вид, но в качестве подтяжки, в качестве лимфодренажного действия, в качестве работы с цветом кожи в плане пигментации поверхностных сосудов, скорее станет только хуже. Поэтому нужно быть здесь аккуратным. Может, в каких-то конкретных моментах, допустим, когда кожа жирная, утолщенная, пилинги актуальны, в каких-то нет. Опять же, поле для профессионала, чтобы он понял, какой конкретно пациент, какая у него особенность, и тогда терапия будет эффективной. Ну и еще обсудим тоже очень популярную штуку – витаминные капельницы. Да. Это работающая история? У нас не сложился большой опыт работы с капельницами, там более, допустим, 500 пациентов, чтобы мы смогли какой-то вывод сделать. Мы его не практикуем. Тем не менее, они используются в медицинской сфере достаточно активно, как для поддержания дисбаланса. Когда, например, установлено, что каких-то витаминов не хватает, пациенту требуется глюкоза, это может положительно сказываться. Но тот подход, когда ты просто так придумал себе, что вот у меня, например, нет энергии, мне нужна энергия, анализов ты не делаешь, поставил себе капельницу и лежишь, но если какой-то подсобый эффект, то, пожалуйста, это не вредит. Но все-таки нужно быть внимательным, потому что нельзя забывать про гипервитаминоз. Например, у тебя может быть этих витаминов очень много. Если ты еще их добавишь, особенно в какой-нибудь неадекватной дозировке, которую не подобирал специалист, то может быть и аллергические реакции, вплоть до слепоты могут быть очень такие серьезные явления. Поэтому, как уже обращайтесь к профессионалам, уже не перестану уставать это повторять, но организм, штука очень серьезная, очень важная. Очень много здесь различных процессов. И действительно, тот, кто какое-либо внедрение в этот организм осуществляет, он должен понимать какие-то тенденции и очень внимательно к этому относиться. Потому что мы у себя одни, нужно себя беречь. Не зря ставят эту звездочку, проконсультируйтесь со специалистами, имеются противопоказания. Через пару минут обсудим еще одну очень интересную тему. Оправдали, что в будущем косметолога заменит робот. Да или нет? Ответы скоро. Красивый выпуск сегодня нас ждет. Программа «Тема» на телеканале РУ-ТВ. Напротив меня Карл Товберидзе, косметолог, пластический хирург, главный врач и основатель клиники Карла Медичи. Мы договорились заглянуть в будущее, буквально пару минут назад. Правда ли, что уже сейчас робот способен заменить косметолога? Или это чьи-то фантазии? Например, используется травматологией очень активно. Да Винч есть такой робот, который потрясающе справляется с эндопротезированием, что казалось бы, просто абсолютно невероятно. Это было несколько лет назад. Тем не менее, это уже приходит в нашу жизнь, и мы должны этим пользоваться. Что касается косметологии, здесь немножко другой разрез. Почему? Потому что эстетика очень тяжело поддается какому-то цифровому исчислению. Эстетика – это всегда, как и любое искусство, нечто творческое. Когда-нибудь, наверное, и роботы научатся какие-то творческие вещи делать, но все-таки здесь важно и пациента услышать, показать, что ему так понравится или не понравится. И здесь важен какой-то, может, даже энергетический контакт. Когда человека ощущаешь, тогда ты ему реально можешь дать лучшую версию себя, и это будет работать. Ему понравится. Есть более такая механическая косметология, она очень развита, например, в Корее, когда используется одинаковая методика, прям очень такая структурная, по всем одинаковым точкам, абсолютно всем пациентам. Такой более такой роботизированный подход, как мне кажется. Вот на мой вкус она не актуальна. Это не должно существовать, потому что каждый человек абсолютно индивидуальный. Что одному – очень красиво, второму – очень некрасиво. И поэтому здесь все-таки персонификация идет на первом месте. А избретут ли волшебную таблетку красоты или молодости? Никогда. Это тоже нужно понять, что не существует вообще никаких волшебных таблеток ни в каких сферах. И как бы потребитель не хотел бы в любой сфере этой таблетки, там, ремонт идеальный, я не знаю, автомобиль не ломающийся, дизайн, который всем членам семьи понравится, это просто невозможно. Поэтому здесь нужно просто понять. Маркетинг, он так сейчас современно развивается, что пытается все время эту таблетку дать. Вот сделай это, и все ты получишь. Но это не работает. Конечно, есть законы маркетинга, которые всегда стараются как-то пропагандировать отход от проблемы. Но человек должен понимать, что любую проблему, в первую очередь, бьет дисциплина и какой-то системный подход. И когда ты будешь заниматься чем-то очень так фундаментально, заходя с разных сфер, комплексно, тогда ты вот эту проблему борешься. Я вижу это так. И к косметологии это относится очень остро. Через 20 или через 50 лет, как это все будет? Я не знаю, вот эту вот уходовую косметику, декоративную, что заменит? Гаджет, там маска волшебная надеваешь, и она тебя сама окрасит. Что это такое? Развиваться будет все. И фармкомпании в том числе. Будут лучше медикаменты, будут лучше крема, будет лучше уход. Будут гаджеты, бесспорно. Например, самое большое развитие я вижу в физиотерапии, так как есть различные методы, которые используются в медицине, но не применяются, например, в косметологии, не применяются, например, дома, просто обычным человеком. И за этим будущее, конечно же, это будут технологии развиваться, каких-то, допустим, какие-то лучи, например, или какие-то массажные токи. Да, все это в какой-то домашней атмосфере, на каких-то аппаратах, которые действительно рабочие, и все это обязательно будет, причем в ближайшее время. И мы этого все ждем. Я очень стараюсь держать ум открытым для всего нового, чтобы мы могли давать действительно пациенту то качество, о котором он хочет. Класс. Дожить бы. Доживем. Да, обязательно. Не секрет, что врачи учатся всю жизнь. И у нас для вас есть, ну, не экзамен, но тем не менее, такое косметологическое ЕГЭ. Через три минутки наш гость будет его сдавать. Учиться, учиться, еще раз учиться. Карл Юрьевич Тавберидзе. Это не он сказал, но я имею в виду, у меня сегодня в гостях. Он косметолог, пластический хирург, главный врач и основатель клиники Карла Медичи. Я сказал уже до начала музыки о том, что врачи учатся всю жизнь. Карл Юрьевич и сам учит, и сам учится. Да, я аспирант. Вот, и поэтому мы решили... Какую тему? Медицинский маркетинг. О, как больше зарабатывать? Нет, как доносить конечному пациенту все бенефиты, преимущества медицинских манипуляций, чтобы они не гуглили где-то повсеместно, и создать какую-то экосистему, где будет понятно, что можно сделать, чтобы там были в связке врачи, история болезни в онлайне, вот что-то подобное. Ничего себе, ну классная защита вам, легкая. Спасибо. У нас тоже есть задание, у нас есть косметологическое ЕГЭ, которое мы сейчас будем, там не будет сколько надо вколоть, что это, нет. Там будут такие интересненькие вопросы. Вопрос номер один. Как в Древней Греции называли специалистов, помогавших женщинам справляться с дефектами кожи и тела? Есть вариант косметы, есть вариант андракиды, либо асклепионы. Косметы, андракиды, либо асклепионы. Мне кажется, косметы. Правильно, бурные продолжительные виртуальные аплодисменты. Ну, мои реальные. Косметы, косметологи, все оттуда растет. Второй вопрос. С помощью какого древнего китайского способа омолаживали кожу? Укусы пчел использовали? Использовали натирание кожи шелковой тканью, либо умывание соком граната. В Китае, в древнем, что делали? Пчелы? К пчелам бросали? Я думаю, в пчелы. Что? Пчелы. Пчелы? Да. Не, не в Китае. В Китае натирали шелковой тканью. О, как! У вас в клинике есть натирание шелковой тканью? Введем теперь. Приходите. Третий вопрос. В Древней Греции отец медицины, Гиппократ, предлагал своим пациенткам для сохранения красоты и молодости использовать особый рецепт. Какой из этих экзотических ингредиентов там был? Печень ящерицы, сердце быка, либо шерсть овцы. Что надо было съесть, либо там как-то выпить? Вот Гиппократ. Гиппократ. Овца. Овцу. Да. Мне кажется, там были овцы. Были? Но и ящерицы водились тоже. Он говорил, что надо употреблять печень ящерицы. Ящерицы. Сам, видимо, любил. Что сам любил, то и другим рекомендовал. Дальше. Четвертый вопрос. В Древней Руси, ой, это нам ближе уже, считали, что эти продукты придавали коже эластичность. Что? Закваска, плоды картофеля, либо кисломолочные продукты. Так, на Древней Руси не было картофеля. Так. Кисломолочные. Либо закваска. Либо закваска. Эластичность. Эластичность. Пусть будет закваска. Ну, после закваски вообще хорошо. Но нет, кисломолочные, оказывается, продукты. Наоборот, самое худшее. То есть не то делали в Древней Руси. Конечно, отеки, да. Ну, это же Древняя Беларусь, друзья. Живи, век учись. Любили полных. Да, 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 да. И последний пятый вопрос. Где впервые начали делать пластические операции? В Римской империи, в Китае, либо в Индии? В Индии. Брависсимо! Барабанная дробь. Со счетом много в вашу пользу. Самое главное, что, да, главное, что всегда в пользу пациента. Правильно? Сейчас, используя нашу высокую трибуну, еще раз, самое важное, тезисно донесите до наших зрителей, что нет волшебных... Ну, о чем мы говорили. Еще раз, самое важное, что нет таблетки. Надо все это... Ну, в общем, как вы думаете? Дорогие друзья, не существует секретной таблетки. Есть только работа над собой, есть дисциплина, есть саморазвитие. Поэтому станьте лучшей версией себя. Используйте все, что дает современная медицина. Люк 100 Максим – это та процедура, которая поможет вам за один приход действительно стать лучше. И если вы поможете со своей стороны, если вы будете собой заниматься, то мы вместе достигнем реально потрясающих результатов. Пока Карл Юрьевич говорил классную речь, я сбегал до розария. И на память о нашей встрече хочу это вам преподнести. На память о нашей встрече от бренда «Цветочки». Вот такие замечательные цветы. Потрясающе, спасибо большое. Для вас в вашей клинике, мне кажется, будет шикарно смотреться. Спасибо, Максим, было очень приятно. Спасибо огромное, всегда рады. Спасибо за то, что делаете нас и вас красивее. Это была программа «Тема» на телеканале РУТВ. Меня зовут Максим Привалов. До встречи и пока. Спасибо, что были. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова